Врач-педиатр Ненецкой окружной больницы Елена Горелик приняла участие в съезде педиатров России, посвященной актуальным проблемам педиатрии и 95-летию Союза педиатров России. На нем она представила свою научную работу и получила за нее диплом второй степени. В мероприятии приняли участие ведущие деятели этой области медицины, а также врачи-педиатры из других регионов страны. Съезд педиатров России прошел в начале марта в Москве. Елена Горелик выступила на нем с докладом-исследованием на тему «Современное детство в руках цифровой эпохи. Исследование в арктическом регионе. Взгляд педиатра». И приняла участие в конкурсе работ молодых ученых. Я решила разобраться в этой теме. Можно давать гаджеты детям, с какого возраста, какой правильный подход должен быть. И начала свое исследование. Работу над исследованием врач-педиатр начала еще в 2019 году. Научный труд создавался при поддержке кафедры педиатрии Северного государственного медицинского университета Минздрава России. Ее доклад был представлен сначала на Конгрессе педиатров, а затем участвовал в конкурсе молодых ученых, по результатам которого Елена заняла второе место. Диплом получила из рук академика РАН. Это Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова. Те, кто пишут учебники, вручил мне в руки его. Лично даже есть фотография. Елена отмечает, что на съезде каждому педиатру была представлена уникальная возможность послушать лекции. Ведь прямая трансляция велась из всех лекционных залов, оснащенных современной техникой и легким доступным интерфейсом для подключения на сайте Конгресса педиатров. Большое впечатление на нашего доктора произвело, что на съезде в симпозиуме психосиматическая патология в мультидисциплинарном ракурсе широко говорилось о необходимости комплексного взгляда на болезнь ребенка, включая психологические причины и подход к заболеванию через психосоматику. Это необходимо для каждого врача, потому что именно там мы узнаем новое, то, что происходит в медицине. Мы общаемся с коллегами из других регионов. У нас есть уникальная возможность очно спросить ведущих научных экспертов Москвы, Санкт-Петербурга по тактике лечения, поделиться различными клиническими случаями. Это очень уникальная возможность, и это стоит внедрять, чтобы каждый год каждый врач мог на какой-то симпозиум, на конференцию, на различные съездить обязательно. Поездка стала возможна благодаря финансовой поддержке молодого ученого Ненецкой окружной больницей. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север».